Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Большая перемена». Сегодня мы поговорим об одном предстоящем событии, которое вот-вот состоится в СКДЦ «Художественный». 25 апреля в 17.00 пройдет третий патриотический фестиваль студенческого творчества «Наша Победа», приуроченный ко Дню Победы. Что нас ждет в этом году? И как вообще появилась идея патриотического фестиваля? Об этом и не только нам расскажут сегодняшние гости. Мария Фомичева, директор Центра творчества БГУ и Мария Самотаева, наставник Института народного хозяйства на фестивале «Наша Победа», а также Мисс и Мисс БГУ 2023 года. А наши ведущие на сегодня Ксения Почевских и Олеся Ширякова. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Здравствуйте! Мария Борисовна, расскажите, где и когда фестиваль «Наша Победа» берет свое начало? Какова его идея и причина появления? Этот фестиваль будет уже третий, то есть два фестиваля у нас позади. Это очень масштабное мероприятие, самое масштабное мероприятие нашего университета, приуроченное ко Дню Великой Победы. Проводим мы его традиционно в начале апреля, чтобы потом уже с чувством совершенного долга мы уходили на майские праздники, студенты в том числе. Идея возникла, есть необходимость воспитания патриотического, воспитания патриотизма у наших обучающихся, нашего университета Неполь, тем более, что они с радостью хотят исполнить какой-то репертуар песенный, хотят исполнить какой-то репертуар танцевальный того времени, погрузиться в эту эпоху, изучить какие-то документальные особенности. Ведь любой фестиваль, когда дана какая-то определенная тематика, позволяет углубиться и что-то изучить, и я думаю, это очень полезно для всех. Ну, я не могу с вами не согласиться. В прошлом году вообще тема фестиваля звучала так, Иркутск – город трудовой доблести. А какова тема в этом году? В прошлом году, да, как вы правильно сказали, Иркутск – город трудовой доблести. То есть мы изучали именно посредством фестиваля жизнь, как жил Иркутск во время войны. В этом году мы обратились к другой тематике, не менее интересной, но более зрелищной, как мне кажется. Это песни Великой Победы. В этом году всех зрителей, которые придут, я еще раз расскажу, кто не знает, завтра, кто придет к нам в 17.00 в СКДЦ художественных, увидят инсценировки песен Великой Победы. И фестиваль третий, он будет масштабнее двух предыдущих за счет того, что мы увеличили возможное количество человек в одной команде. То есть их будет не 10, а 20. То есть одновременно на сцене будет стоять новый рекорд по объему – 160 человек. Это на самом деле круто. А были ли другие варианты пересмотрения тематики? Ну, конечно, другие варианты были. То есть перед каждым мероприятием мы устраиваем мозговой штурм, выслушиваем мнение студентов, сотрудников и приходим к общему мнению. Но в этом году как-то тема очень легко легла, очень быстро мы ее согласовали, потому что тема интересная, творческая. Ну и что получится, увидим завтра. На самом деле, мне кажется, что с музыкой очень легко работать, и музыкальные номера на сцене воплощать, возможно, легче, и поэтому тут, наверное, так все сошлось. Но я лично вот с детства слушаю от родственников все вот эти песни, которые, ну, с того времени есть. Есть Катюша, например, да, всем известно. И, ну, я очень рада, что у нас в художественном завтра мы сможем прийти и увидеть какие-то, может, знакомые, может, не очень знакомые нам песни, которые будут воплощены так или иначе на сцене. А вообще кто участвует в фестивале? Я так понимаю, что будут некие творческие команды? Ну, в фестивале ежегодно участвуют все подразделения университета в плане института, международный факультет и колледж. Каждый, собственно, собирает свою команду до 20 человек. У нас есть переходящий кубок. С прошлого года кубок у нас стоял в дирекции Института культуры, социальных коммуникаций, информационных технологий. Посмотрим, к кому кубок уйдет в этом году. Может быть, останется там же, может быть, найдет новый дом на год. И дальше будем творить творчество дальше. Маша, а почему ты решила стать наставником своего института на данном фестивале? На самом деле на это было две причины. Первая, я являюсь директором культурно-творческого комитета в своем студсовете. То есть я хорошо знаю свой студсовет, я знаю, кто на что способен, как их можно мотивировать. А также я являюсь участником бального коллектива «Контраст» в Центре творчества. И вот как раз совокупность этих факторов сошлась, и я стала наставником Института народного хозяйства. Кстати, вот мы уже упоминали, что ты в прошлом году выиграла в конкурсе «Мистер ВГУ», то есть стала «Мистер ВГУ-2023». И такой вопрос, а вообще вот этот опыт, он тебе как-то помогает наставничестве? Конечно, это принципиально разные мероприятия, но все-таки нечто общее есть, и поэтому интересно, как этот опыт помогает он тебе, нет? Да, действительно, это два кардинально разных мероприятия. Я участвовала в «Мистере» два года, то есть в прошлом году я была как конкурсант, как финалист. В этом году я уже была хореографом-постановщиком «Дефиле». И вот, наверное, опыт этого года мне помог тем, что я научилась находить подход каждому студенту, как-то мотивировать, общаться, коммуницировать, предлагать свои творческие идеи и воплощать их на сцене, поэтому я думаю, что опыт «Мисс и мистера» мне хорошо помог. Вообще, немножко приоткрой завесу тайны, касаемо команды твоего института. Вот у вас в команде сколько человек? Что вы готовите для нас? Мы на самом деле очень рады, что в этом году разрешили делать команду из 20 человек, потому что в прошлом году у нас действительно были бои, кто же станет вот этими счастливчиками, кто выйдет на сцену представлять наш институт. В этом году уже 20 человек абсолютно счастливые. Мой институт будет представлять песню Марка Бернеса «Журавли». Мне кажется, что у каждого человека, как только он слышит эту песню, пробегают мурашки по коже, потому что это действительно очень атмосферная песня, и мы хотим передать настроение и события тех страшных лет через вот эту песню. Что ж, это, я думаю, еще раз послужит поводом всем завтра в 17.00 прийти, высказать все художественные и поглядеть на этот номер и другие номера. Ну не то, что даже поглядеть, мы призываем поддержать команду своего института, факультета, либо колледжа, потому что поддержка в зале очень важна. Маша не даст соврать. Это правда. Приходите, подпевайте, поддерживайте команду всех своих институтов. Мария Борисовна, а как долго готовились номера, которые мы завтра увидим на сцене художественного? Так, а видите, мы же являемся организаторами фестиваля, соответственно, номера готовят. У нас каждый институт, колледж, как я уже сказала. Кто-то занимается этим две недели, кто-то меньше, кто-то чуть больше, то есть у кого-то больше репетиции, у кого-то меньше. Друзья, ну это конкурс, поэтому мы выбираем. Наша задача выбрать лучших, посмотреть все, кому-то улыбнется удача, у кого-то будет более успешный номер, более удачный, более сценичный. Поэтому у вас есть пять минут, покажите максимум на сцене. Ну, на самом деле, я думаю, что здесь даже не важна победа, все-таки, поскольку фестиваль приурочен ко дню победы, как ни странно, в Великой Отечественной войне. Важно все же не то, что вот какая-то команда победит, а важно, что будет возможность послушать эти песни, будет возможность поддержать свою команду, ну и как бы в очередной раз, так сказать, почтить память тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы у нас было мирное небо над головой, ведь это очень важно помнить о том подвиге, который совершили большое количество людей. Насчет номеров, будут ли какие-то новые прям номера, принципиальные, которых мы не видели, и насколько масштабными вообще номера будут? Ну, вы же понимаете, что каждый институт держит от меня в секрете, пока этот номер свой. Я вижу какими-то кусочками, отрывками, когда я захожу в зал, они все смотрят, машут ручку, и улыбаются, говорят, здравствуйте, Мария Борисовна, и ждут, пока я уйду, чтобы я не увидела раньше этот номер. Поэтому, что мы увидим, это будет сюрприз. Я только знаю песни, потому что ребята выбирали из того списка, который мы им предоставляли. Относительно сопровождения фестиваля, конечно же, будут принимать участие коллективы Центра творчества. У нас будет жюри, очень компетентная, на мой взгляд, поэтому давайте оставим долю сюрприза, как это будет. Ну, то есть, насколько сильные и новые номера. Номера все новые, то есть, это будет премьера всех номеров, которые делают, поэтому вы это увидите все завтра. Приходите сами. А кто у нас вошел в состав жюри, если не секрет? В состав жюри у нас вошел проректор, вошла проректор по учебной работе Васильева Наталья Викторовна. В состав жюри у нас вошли еще другие сотрудники университета, руководитель коллектива бального танца «Контраст» Зиновьев Константин Владимирович и также некоторые партнеры этого фестиваля и представители различных организаций города. Вот, касаемо партнеров, какие-то интерактивы, подарки, в том числе от партнеров, ожидаются на фестивале в этом году? Ну, не буду открывать все тайны, но сразу говорю, приходите поддержать, у вас будет возможность выиграть призы от партнеров, находясь не на сцене, а находясь в зале. Еще раз завтра в 17.00, кинотеатр художественный. Так, а какие события нам ожидать от Центра творчества БГУ в ближайшее время? Планируете ли вы как-то расширять масштаб патриотического фестиваля в следующем году? Как расширять, не могу сейчас ответить. Собственно, это будет зависеть от того, как мы проведем этот фестиваль. Но то, что мы его будем видоизменять, чтобы не было повторения, это я вам обещаю. А какие вообще события еще нам предстоят после фестиваля? Какие события? Ну, после фестиваля традиционно мы уходим на майские праздники и начинаем подготовку к одному из самых масштабных и зрелищных событий нашего университета, это весенний студенческий бал. О, ну вот это интересно. Будем ждать с нетерпением. Что ж, я думаю, что основное все мы обсудили, и наш эфир подходит к своему завершению. Мы напоминаем всем, что завтра, уже завтра, 25 апреля в 17.00 в СКДЦ «Художественный» состоится третий патриотический фестиваль студенческого творчества «Наша Победа», куда мы совместно с Центром творчества приглашаем всех желающих. А в гостях у нас были Мария Фомичева, директор Центра творчества БГУ, и Мария Самотаева, наставник Института народного хозяйства и победительница Мисс Миссис БГУ, 2023 год. А эфир для вас сегодня провели Олеся Ширякова и Ксения Почерских. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok